МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Мудрые люди давно уже отметили, многое в нашем мире развивается по спирали. Но что обращает на себя внимание? Можно двигаться по разным уровням спирали, но не знать, где ее начало и конец. Какой уровень спирали является верхним, а какой нижним? В какой-то момент спираль может сама перевернуться, или кто-то ее перевернет, и окажется, что движение идет не вверх, а вниз. По какой спирали движется сегодняшняя молдавская политика? Поговорим с депутатом парламента, политологом Богданом Цирдин. Здравствуйте! Здравствуйте! И первое, что хотелось обсудить, сегодняшняя новость об освобождении столичного мэра из-под домашнего ареста под судебный контроль на 30 суток. Означает ли это, что у следствия уже нет каких-то острых вопросов к экс-примару, скажем так, Дарину Киртаке, или мы стали свидетелями результатов очередного политического сговора? Вот насколько неожиданным для вас было сегодняшнее решение суда? Знаете, Дарин Киртак как в уголовных делах, как в шелках. Помните, когда в 2015-м, 15 октября Филат был арестован, скажем так, или, вернее, снят иммунитет с него, а потом арестован? Он заявил, что на ГИМПу, Киртаку и на всю эту банду из примарии заведено около 600 уголовных дел, понимаете? А там же, покажите, вот возьмите любой эпизод, вот любой, что вы хотите, какую проблему хотите? Киоски проблема, да? Я не говорю сейчас про киоски Мегапресс, который взял там Чабан из либеральной партии, или не говорю вам про, допустим, другие киоски, те же, да, которые, Кофи Тайм, к примеру, да, все эти киоски, которые заполонили весь центр. Кофи Тайм, которые принадлежат Лучиану Киртуаке. Или, я не говорю там про, допустим, берем вторую проблему, да, рекламные панели, рекламные щиты во всем городе. Тоже там, Алдора Арт замешана, тоже брат Лучиана Киртуаке. Что вы еще хотите? Проблему парковок? Да вот вам, пожалуйста, Эми Парк Лайт Систем получил на 25 лет, офшорная фирма, тоже Киртуак дал. То есть там столько, понимаете, уголовных дел, что такого человека освободить не было возможно в принципе, понимаете? Ну, просто в принципе. Видимо, демократическая партия, понимаете, проявила чудеса, вот фантазии, чудеса сноровки, чтобы хоть как-то вытащить Тиртуак, да, и для того, чтобы решить свои политические задачи. Честно говоря, я предполагал, предполагал, что Тиртуак не будет сидеть. Не будет сидеть. Почему? Потому что не сидит Игорь Гомрецкий, тот, что владеет и яхтами, и питью автомобилями от Порша до Х5, да, БМВ. Сейчас осваивают авиацию. Сейчас осваивают авиацию, говорят, да. Яхту себе прикупил, дом в 1500 метров, понимаете? И Плохотнюк завидует уже этому дому, и не только он, думаю, и Стати, и Шор, и все, и другие олигархи. И вот, пожалуйста, и Гомрецкий освобожден, и Несор Грозаву освобожден, и Котец, до сих пор непонятно, что с ним, но точно не сидит, да, и либерал Керенчук не сидит, да. Кто из либералов сидит, понимаете? Все в схемах, никто не сидит. Значит, мы могли предположить, и я лично об этом писал, что Киртока сидеть не будет, не будет. Это первое. Второе. Я знал, что его освободят, но я не думал, что это во время референдума, что прямо вот до такой наглости дойдут, понимаете? Чтобы во время референдума, видя, видя и понимая, что люди ненавидят его, ненавидят. Почему ненавидят? Об этом говорит опрос Фонда общественного мнения, и об этом даже говорит опрос Айрай, да, Международного республиканского института. Так вот, согласно этим опросам, вот опрос ФОП дает ему 84% антирейтинга. То есть 84% населения Тишинева ненавидят Дарина Тиртуаку, презирают его. У него рейтинг, только вслушайтесь, 1%. 1%. Я не знаю, понимаете, у какого политика в Молдове действующего был такой рейтинг, и чтобы он находился 10 лет у власти. Вопрос состоит в том, почему его освобождают? Я так понимаю. Как это вообще возможно? Какова цель, как конечная цель, на ваш взгляд? С моей точки зрения, с моей точки зрения, Демпартия видит, что антирейтинг у Тиртуака зашкаливает, ненависть, понимаете, горожан Тиртуака зашкаливает, люди готовы выйти на референдум. И есть риск, что граждане выйдут на референдум. А если граждане выходят на референдум, происходят 2 вещи. Первое, отставка Тиртуака волей народа. Народ его выбрал, народ его отстранил. То есть все по закону. Это раз. А два, раз референдум состоялся. Зачем он нужен был? Да для того, чтобы после референдума были досрочные выборы, я подчеркиваю, выборы Тишиневского мэра. А Демпартию такой сценарий явно не устраивал, понимаете. Зачем им сегодня выборы мэра, когда у них есть исполняющие обязанности мэра, который без выборов, не участвует в никаких выборах, сегодня является мэром, назначенным другим вице-мэром. Это та самая аркеровка, которая произошла, мистера Грозава, поменяли насилие Рады. То есть мистера Грозаву, который был весь в уголовных делах, как Тиртуака, взял и назначил другого. Он, будучи вице-мэром, назначил другого вице-мэра, который вдруг сразу же стал исполняющим обязанности мэра. То есть мэром, другими словами, города. Демпартия понимала, что референдум может состояться. Бойкот выборов может провалиться, несмотря на это странное единство олигархов и партий, которые якобы борются с ними, но за спиной которых тоже находятся те же олигархи. В результате этого Демпартия что решила? Давай выпустим Тиртуаку, сделаем из него жертву. Вот его задержали, фотографии показывали какие-то, где он то пьет, то танцует, то опять пьет, то опять танцует, то и первое и второе вместе взятое и так далее. Причем за счет граждан, за счет тишиневцев. Хорошо, давайте мы его выпустим сегодня из изолятора, из тюрьмы, грубо говоря. Выпустим, сделаем из него жертву, запустим его на все телеканалы, где он опять будет плакать, как его задержали, как его там чуть ли не пытали, как выбивали признания какие-то. Люди пожалеют его опять, как это было в 2015-2011 году. Он же никогда не шел с программой, с достижением. Он шел всегда с жалобами, на эмоциях. Ой, вот меня избивают, убивают, проголосуйте. Это первое. Либо второе. Вот я борюсь с Путиным, они мне мешают. Понимаете? Вот эти его две фишки. Он должен выйти сегодня и сделать все возможное, чтобы референдум не состоялся, чтобы люди не вышли на референдум, чтобы люди поддержали бойкот, который предложила Демпартия, и чтобы референдум не состоялся. А не будет референдума, значит, не будет выборов. Будет исполняющий мэра от Демократической партии, который просидит в этом кресле примара до 2019 года. А там, глядишь, и мэром его изберут с Божьей помощью, и с помощью Демпартии. Понимаете? Вот я так понимаю всю эту игру. И чтобы последний штрих поставить, чтобы последний штрих поставить, в принципе, для меня, по крайней мере, очевидно, что Демпартия и либеральная партия, это, как вам сказать, одно целое. Это и не янь, это, как говорят молодоване, щитанда, щеманда, да, это одно и то же. Это почти одно и то же. И вот они опять договорились. Вначале разыграли этот спектакль, в котором Демпартия ломала ГИМПу и ломала Киртуак, чтобы он отказался от должности, отказался там от каких-то министерств, еще от каких-то активов. Сегодня ГИМПу и Киртуак согласились на это. Они, и в чем суть соглашения? Да все просто. ГИМПу и Киртуак отдают мэрию Демократической партии, а Демократическая партия дает им взамен, первое, свободу, свободу и ГИМПу, и Киртуаку. Это очень важно. И всем ассоциальным либералам. И второе, оставляют им их активы экономические, которые они нажили непосильным, понятное дело, трудом за все эти 10 лет, сколько они сидели в Кирмарии. Вот такой расклад. Получается, что цена этого торга опять кишиневцы. Смотрите, отдавая Кирмарии схемы, которые сегодня существуют уже в руки Демпартии, это значит и сохранение этих механизмов по отъему земель, по отъему детских площадок, парков и так далее. То есть по, опять же, размыванию того облика, которым по достоинству должен владеть сбор, как в статусе европейской столицы. Скорее всего, да. Понимаете? Ведь Киртуак, когда пришел, стал примаром, действительно, на фоне Йордана, которого выдвинул тогда по КРМ, наверное бы, я не знаю, и обезьяну поставив, наверное, бы победил. Я не хочу обижать при этом этого кандидата, но его имидж до того был неудачно сложен, неудачная кампания, неудачные образы, неудачные технологии продвижения, что люди просто плюнули и проголосовали, вот как вам сказать, не за Дарина, а против этого Йордана, вот чтобы закончить весь этот цирк. Дарин Киртуака пришел, первые два года даже пытался что-то делать, давайте не будем скрывать, что-то там, какие-то площадки, какие-то там троллейбусы пытался, еще что-то. А потом, когда в 2009-м пришел к власти Альянс, у него появилась крыша в виде президента, исполняющего обязанности президента Димпу, в виде министров, понимаете, в виде СИБА, который принадлежал в виде Национального банка, ощущение безнаказанности, это первое. Второе, появились воротилы, воротилы появились из теневого бизнеса, которые все, все как один, особенно с 2011 года, они все вступили в советники либеральной партии. Я не хочу называть сейчас имен, но могу легко назвать имен 10, понимаете, вот этих крупных воротил, которые перебежали из ПКРМ, из других партий, все перешли к либералам. И вот вместе с ними перешли все эти схемы, все эти методы, весь этот, как вам сказать, беспредел, который сегодня творится в мэрии. И самое страшное это в том, что Дарин Киртуаке не удержался от соблазнов и не только вступил во всю эту хору, скажем так, коррупции, но и стал участвовать напрямую в ней как активный субъект, не как пассивный, как пытаются некоторые сказать, что вот о Димпу все там мутил, Киртуаке ни при чем, да, вот он святой, у него нимб, там, туда-сюда, давайте его чуть ли не клик у святых, причислим и так далее. Нет, Дарин Киртуак лично участвовал. Вот в чем проблема, вот в чем проблема, что они пришли к власти на национальном уровне, это раз, два, к ним перешли вот все эти коррумпированные, как вам сказать, господа. И третье, что сам Киртуак оказался слабовольным, понимаете, абсолютно неопытным менеджером, абсолютно некомпетентным. Ну и вот все эти факторы вместе привели к тому, что мы сегодня имеем. Вот к этой катастрофе. Ну вот если следовать этой логике, нам, кишиневцам, получается, не следует рассчитывать, что ставленный Димпартий, Сильвия Радо, начнет ломать устоявшиеся, родившиеся и, так сказать, пышным цветом схемы либерального отъема у кишиневцев земли, детских площадок, парков и так далее. То есть получается, что если поменяли, то есть либералы отдали демократам на откуп мэрию, то они практически отдали все свои схемы. И ждать нам, что что-то изменится в нашей жизни не приходится. Знаете, они же были в одном альянсе. Сколько лет? Семь, восемь лет, да? Либеральная партия, Демпартия и либерал-демократическая партия были в одном альянсе. Более того, как я говорил об этом всегда и сегодня тоже, это же один, как вам сказать, одно целое фактически, один клан, понимаете? Клан Демпартии и клан либеральной партии. Они до того срослись, да, в методах, в людях, в учреждениях одни и те же люди, что я уже не вижу отличия. Ну, давайте, допустим, мы предположим через абсурд, что Демпартия вот реально хочет, после семи лет нахождения у власти, да, имея президента своего, имея министра экономики, министра социальной защиты, имея нации, имея все что угодно там, прокурора генерального, нацбанк и так далее. Вот они все это время контролировали все эти институты, у нас украли миллиард, у нас были рейдерские атаки, у нас было что угодно, да. Что, что решила Демпартия вот за этот год, назначив премьер-министра Филиппа, вот два года прошло, премьер-министром они назначили Филиппа, да, у них вся власть в стране, что они решили? Вот хоть одно уголовное дело они решили, крупное, да, кто украл миллиард, непонятно, никто не сидит, кто провел рейдерские атаки в 2010-2011 на банке, тоже непонятно, тоже никто не сидит, да, кто отмыл 22 миллиарда долларов через банковскую систему, нам тоже непонятно, понимаете, почему, потому что тоже по большому счету никто толком не осужден, вот в чем проблема, убийство Бутмалая, тоже непонятно, да, вот убийство Зарина Пачо, тоже непонятно, вообще ни одного крупного коррупционного дела они не довели до конца, почему мы должны сегодня поверить, что эта партия, назначив своего, не справившись на национальном уровне, справится с проблемами коррупции на уровне муниципия Тишинев, понимаете, я хочу верить, да, что Демпартии, вот 7 лет, находясь во власти вместе с Филатом, да, им мешал Филат, вот Филат все мешал, Филат и миллиарды украл, Филат там и грабил таможню, Филат там убивал, насиловал, и черт его знает, что еще делал, да, я хочу верить, но я не могу в это поверить, понимаете, почему, потому что вы же тоже были у власти, ваши люди были в нацбанке, ваши люди были в нацбанке, когда украли миллиард, ваши люди были в национальном мотивационном центре, которые наблюдают за передвижение всех денег и всех трансфертов денежных и так далее. Ваши люди находились в той же Денпрокуратуре. Почему до сих пор вы закрывали глаза на все эти схемы, которые происходят в премарии? Но неужели вы не знали про закупку троллейбусов? Неужели вы не знали про скажем так, Coffee Time, все эти Лучано Тиртуак? Неужели вы не знали про все эти киосты, мегапресс? Неужели вы не знали про все эти мусорные свалки, где тоже опять коррупция и так далее? Неужели вы не знали про отраву детей? Отравление детей в школах, там же либеральные чиновники, там фирмы либералов, понимаете? Саникс Коммерс, Лави Сан Гро и десятки фирм, которыми управляли либералы и которым все тендеры давали тоже либералы. А Фера с фирмой Парстар, за которой находится господин Гимпу, они тендеров миллионов на 500 выиграли. Вот одна фирма из Чешли, поставка нефтепродуктов, да. 2010 по 2015 год все тендеры выигрывает какая-то чешлиская фирма. Все тендеры в Тишневе на поставку нефти, мазута там и так далее. Все. Потом фирма закрывается, появляется другая фирма, Дед Премиум, которая опять начинает выигрывать. Мы об этом пишем, мы обращаемся. Демпартия ничего не делает, ничего не делает. И более того, возможно, еще и участвует где-то там как-то, да. И сегодня демократы ставят своего человека, своего человека, который нам преподносится как якобы мега-менеджер европейского уровня, с европейскими взглядами, с не знаем, с чем там еще, да. И который вот наведет порядок. Ребята, так Дориан Тиртуаке тоже был с европейскими взглядами, с европейским образованием. В европейских НПО работал, в европейском телевидении в Румынии и так далее. И что мы имеем сегодня? Ну, взгляните сами, какая коррупция, какие миллиардные, миллиардные хищения. Такого не было никогда. Поэтому эту сказку, которую нам рассказывают, что вот госпожа Сильвия Раду что-то там изменит, да категорически не верю. Даже если захочет. Ей не позволят, во-первых, советники, либералы, там, демократы внутри муниципального совета. Во-вторых, не позволят ей все эти крупные бароны и олигархи, которые кормятся из этого, из этой либеральной премарии, понимаете. В-третьих, в-третьих, не позволит сама демократическая партия, которая, зачем тогда брала она мэрию, понимаете. Вот у меня такой вопрос. Зачем вы брали мэрию? И у меня ответ гипотетический. Да для того, чтобы заниматься тем же самым, чем вы занимались у вас во всех ваших министерствах. То есть той же коррупцией, тем же беспределом. А значит и иметь те же достижения, которые мы имели до сих пор. В экономике, в социалке, в информационных технологиях и в других сферах, где отвечали. И в коррупции. В борьбе с коррупцией. Где отвечали демократы за это? Вот взгляните на экономику, взгляните на социалку. Нравится? Нравится? Мой ответ просто в этом случае. Если вам говорят, что живем хорошо, откройте холодильник. Просто откройте холодильник и посмотрите, что там творится. Вот и весь ответ. Взгляните на счета и посчитайте свои доходы. И тогда тоже будет очень многое понятно. Это очевидно. Это очевидно. Понимаете? В свете сегодняшних событий, ваш взгляд, какова судьба референдума о подставке Дарьяна Киртака в свете происходящего? И второй вопрос. Почему правые все-таки решили бойкотировать референдум? Знаете, у референдума действительно были большие шансы пройти, чтобы этот референдум состоялся. И сейчас есть определенные шансы, даже несмотря на то, что есть бойкот со стороны всех правых партий. Выпущен Дарин Киртака. Вы видите, какое медийное сейчас будет, какая компания, как будут выть, там плакать, орать, истерить и так далее. Даже несмотря на то, шансы еще есть. Я всегда считаю, что шанс всегда есть. Понимаете? Даже если у тебя нет руки, ноги и так далее, ты можешь победить, если есть воля к победе. Безусловно, это освобождение Хиртуака имело одну цель, чтобы референдум провалился. И на это направлен весь ресурс демократической партии, весь ресурс либеральной партии. Они контролируют весь город, все притуры, все управления, транспорт, поликлиники, муниципальные больницы и так далее. Везде их люди ходят, угрожают. Не дай бог придете на выборы. Я слышал уже информацию, что и в университетах ректоров обзванивали и говорили, чтобы они проверяли, проверяли 20-21 ноября, проверяли улетены, паспорта, отметка, шел человек на референдум или не шел. Уже и до того дошел. То есть, они перешли уже к угрозе потери рабочего места, угрожают людям из муниципальных предприятий. Два, к угрозе, что у человека будут проблемы в университете, если во вкладыше обнаружат этот штамп или печать. И к другим вещам, для того, чтобы сохраниться у власти. Ведь задача сохранить собой мэрию. Почему правые пошли на это дело? Это очень странная вообще ситуация. Очень странная. Из ряда вон выходящая. Я разговариваю с некоторыми правыми аналитиками, которые люди, как вам сказали, с двумя, с тремя образованиями, с докторатами, с учеными. Они вообще не понимают. Люди шокированы. Вот я читал на днях Виктора Чобана, мы с ним писали олигархическую Молдову. Обсуждал с Игорем Волницким. Читал и смотрел на днях Валерию Паша. У меня с ними, допустим, очень противоположные взгляды по всем вопросам. Но все эти люди, и не только они, целая куча правых аналитиков, которые просто шокированы решением... Алексей Тулбуре даже, вспомните, он на днях вышел, говорит, что мы делаем, ребята, мы же сдаем город демократам, мы сдаем город Плохотнюку. Все они шокированы решением, главным образом, Майя Санду, а потом и Андрея Анастаса. Но главная была все-таки Майя Санду. Вот она первой заявила о бойкоте. Говорит, как? Почему вы идете на этот бойкот? Вы что, не понимаете, что этим вы Тертуаку не спасете? Да, его сегодня освободили, это верно. Но дальше ему же по-любому, если этот референдум, если референдум провалится, провалится. Демпартия не оставит Тертуаку у власти. У них уже договорняк произошел, они договорились. Тертуак освобождают. Как освобождают? Скорее всего, очень просто. Чтобы не проводить выборы, чтобы он не подавал в отставку, его осудят условно. То есть дадут ему там три месяца или год, допустим, но при этом сидеть не будет. Как Гомрецкого со срочкой. Со срочкой, но без права занимать публичные должности. Без права занимать публичные должности. Почему это нужно? Чтобы не было досрочных выборов. И чтобы госпожа Сильвия Раду осталась у власти. Хорошо, это понятно. Аналитики это понимают. Ребята, вы же сдаете власть Демпартии. Как это вы призывали к бойкоту, заявляя, что в противном случае Демпартии и социалисты возьмут власть. Если мы придем на референдум, Демпартии и социалисты возьмут власть. В результате этого бойкота что получается? Что человек Демпартии уже является мэром? Как понимать этот ваш бойкот? В чем может быть политический выигрыш в правах? Понимаете, здесь есть пару объяснений. Первое, что это ошибка была. Просто-напросто погорячились. А, там, Додон начал этот референдум, социалисты начали. Что мы должны поддерживать? Нет. Все, что если Додон скажет, что это бумага белая, мы скажем, что она черная. Если он скажет, что это день, мы должны сказать, что это ночь. Как бы вот из такого идеологического принципа, да, что бы сдохла коза соседа, вот это есть у Молдаван. То есть, это был такой идеологический нюанс. Второе, это ошибка. Это просто ошибка. Люди просчитались. Третье, у нас некоторые говорят, что это была оппозиция посла Соединенных Штатов, который их попросил не поддерживать этот референдум, так как он идет от социалистов. А значит, значит, социалисты могут победить. Значит, не надо поддерживать. Почему? Пускай будет Киртак, или пускай будут люди господина Плохотнюка в примарии, но только чтобы не социалисты. А потом, потом, благодаря тому, что вы вот сегодня не пошли против Демпартии, Демпартия вас возьмет в правящий альянс. Вот на что было, как бы, обещание посла и расчет госпожи Санду и, возможно, возможно, еще раз говорю, и господина Настаса. Хотя, я думаю, Настаса никто и не спрашивал. На самом деле, Настаса хочет участвовать в референдуме. Он против бойкота, его партия против бойкота, но их ломают, и они участвуют. И вот в результате этого правые попались, как вам сказать, не то что в щекотливое, в идиотское положение. Об этом говорят вот все эти аналитики. Говорят, ребята, Киртуака вы не спасаете, он теряет мэрию по-любому. Раз. Два. Демпартию вы не останавливаете бойкотом, ведь благодаря только бойкоту нет выборов, а значит, их человек контролирует мэрию. Это два. Три. Досрочных выборов мы не имеем, а значит, вы не получаете шанс получить своего мэра в столице в результате выборов, а значит, и получить власть по всей стране, как это было в 2007, потом в 2009 и так далее. То есть, что вы выигрываете в результате этого бойкота? Вы ничего не выигрываете. Вы выигрываете вот только четвертый пункт, выигрывает демпартия. Своим бойкотом вы вместо того, чтобы ослабить демпартию, вы укрепили демпартию, а сами себя скомпрометировали, потому что теперь люди понимают, ага, господин Плохотнюк призвал к бойкоту, а правые поддержали господина Плохотнюка. Вот и весь расклад. По мере приближения выборного года, понимаем, в 2018 год, год парламентских выборов, сейчас все чаще или наоборот активизируются различные общественные организации, которые проводят социологические опросы. Вот недавно был опрос, который проводился по заказу газеты Тимпл, его проводил фонд общественного мнения, и был второй опрос, который проводил Американский Международный Американский Институт. Я знаю, что внимательно анализировал все эти данные, все эти результаты опросов, и вот что они показали? Возможно ли такой альянс, и какие вы шансы у политических игроков, актеров? Знаете, вот первый опрос и второй опрос фактически показывают несколько интересных вещей. И первый и второй опрос показывают, что абсолютным лидером по рейтингам и по самому большому доверию и по доверию вообще является Игорь Редон. То есть у него общее доверие в зоне 50%, то есть выше, чем у всех остальных лидеров политических вместе взятых. Это раз. Тоже опрос ФОПа говорит и другую вещь, что ПСРМ набирает в следующем парламенте 51% голосов. То есть абсолютное большинство, скажем так, не абсолютное относительное большинство, которое дает возможность самой создать все структуры власти. Третий момент, который показывает уже оба опроса, состоит в том, что партия коммунистов Республики Молдова, партия Усатова и наша и партия Да, Андрея Анастасова не проходят в парламент. У них в зоне 2-4%. Больше всех у платформы 4%, у Усатова 2%, где-то у коммунистов столько же, может 3%, но не более. То есть они не проходят ни одного шанса у этих партий пройти в парламент, просто-напросто нет. Вот это третий момент очень важный. И в будущем парламенте получается, что будут три партии. Согласно первому опросу, ПСРМ побеждает. Согласно второму опросу, может быть какое-то равное положение. Главное представительство в законодательном органе. представительство. Ведь мы не должны забывать, что этот опрос показывает при пропорциональной системе, что будет, а не смешанной. И может получиться такая ситуация, что будет 51 на 50, то в одну сторону, то в другую сторону. И тогда получается очень интересная ситуация, что будут три партии, ПСРМ, партия социалистов, демократическая партия господина Плохотнюка, и третья партия Майя Санду, партия действия и солидарность. И вот здесь получается огромнейший тупик, потому что Майя Санду с одной стороны заявляет, что она не собирается с Плохотнюком, якобы не собирается сдавать альянс. С другой стороны, господин Плохотнюк, Канду, демпартия постоянно говорят, что они никогда не объединялись с левыми, то есть социалистами, что они всегда боролись с социалистами, и что они объединятся с Майей Санду. Понимаете? И здесь вот мы находимся в таком состоянии недоумения, потому что с одной стороны и Плохотнюк, и Санду поддерживаются госдепом, то есть у них один хозяин. С другой стороны, они были вместе в одном альянсе столько лет, а сегодня якобы борются друг против друга, и в-третьих получается, что одна марионетка госдепа будет бороться с другой марионеткой госдепа. Что-то слабо верится, понимаете? То есть я думаю, что посол США если им скажет, что надо объединяться, так оно и будет. Но это вот этот нюанс, который мы еще посмотрим, обсудим его. А далее вот в этом соцопросе есть очень интересные вещи, понимаете? Вот допустим, если берем опрос Айрай, я там разглядел вот семь фишек, семь таких мифов, которые этот опрос разбил. Да, опрос Международного Республиканского Института он обычно подыгрывает правом, то есть Май Санду. Давайте не скрывать этого. Американцы госдеп работают, чтобы укреплять Санду, чтобы показать, что левые партии слабее. Но даже этот опрос несколько мифов он развенчал. Первый миф, что Санду это народный лидер. Ну, мы посмотрим на опрос. на вопрос, кому вы больше всего доверяете, кому вы больше всего доверяете. А это очень важный вопрос. Почему? Потому что вам дается чистая бумага, тут нет списка кандидатов, дается чистая бумага и говорят, кому вы больше всего доверяете. Впишите имя. Этот вопрос показывает ядро избирателя, показывает рейтинг, чистый-чистый рейтинг политика. И что вы думаете? У Додона опять самый большой рейтинг, 25 процентов. У Май Санду почти в два раза меньше, ну не в два, но почти, 15 процентов. То есть получается, что Додон даже, что даже американцы не верят в эту чушь, что Май Санду была когда-либо всенародным национальным лидером. Никогда этого не было. Я это говорю в том контексте, что Май Санду на президентских выборах кричала, истерила, что вот выборы сфальсифицированы, что она могла бы победить. Как ты могла победить? Вон смотри этот опрос. Вот смотри опрос фонда общественного мнения. Там у Додона в два раза выше, чем у тебя. Смотри на барометр общественного мнения. В том числе с ноября 2016 фонд барометр общественного мнения, то есть институт публичных политик провел соцопрос, в котором сказал четко во втором туре Додон побеждает категорически, то есть берет на 10% больше, чем Май Санду. Вот первый миф вообще был размазан. Второй миф, который продвигают тоже правые, состоит в том, что весь народ, вся страна против смешанной системы, а социалисты навязали демократам или наоборот там смешанную систему. Ребята, опрос Айрай говорит четко, 51, то есть большинство населения за смешанную систему. Так кому мне верить? Вам верить, госпожа Санду, или американскому институту, который поддерживает вас, а не нас. Так американцы говорят 51% за. Так они еще, не удивлюсь ли, они еще понизили, понимаете, рейтинг и Додону, и рейтинг сторонников, число сторонников за смешанную систему. Третий миф в этом вопросе тоже интересен. Нам говорили, демократическая партия, вот когда создала это так называемое ночное парламентское большинство, что это народное большинство, что люди любят демпартию, любят это большинство парламентское. Что вы думаете? Этот опрос показывает, что фактически 71% не доверяют этому парламентскому большинству. Какое народное большинство? Максимальный антирейтинг. 71% антирейтинга. Вы это понимаете? То есть две трети стороны вас ненавидят, вы говорите, что под чутким руководством демпартии страна вышла из кризиса, люди довольны, мы идем вперед и идем правильно. Ребята, да вы нарыз, да вы смотрите на опросы. А опрос что показывает? Что буквально 78% населения считают, что страна движется в неправильном направлении. Напомню господам демократам, что допустим в октябре в октябре 2015 года 47% населения только считало, что страна движется в неправильном направлении. Сегодня чуть или не в два раза больше. Какое вы, чего вы добились? Вы добились, что люди еще сильнее, стали жить еще хуже. Пятый миф состоит в том, что вот альянс, демократы, либерал-демократ принесли нам демократию. Ребята, и вот опрос показывает, в марте 2004 года во времена тоталитарного ПКРМ только 54% считало, что в стране опасно выражать открыто свое мнение. Это во времена тоталитарного, кровавого ПКРМ, понимаете? Хорошо, сегодня, во времена якобы расцвета демократии, евроинтеграторов и так далее, уже 71% боятся свое мнение высказывать открыто. Это при нынешнем демократическом так называемом большинстве. А шестой миф, который вот я, который просто разорвал этот опрос, состоит в том, что вот Тиртуак, это народный примар, весь народ его любит и так далее. Смотрим на рейтинг, у него 1% рейтинга. 1% рейтинга. Ребята, стойте, где вы видели народного примара, которого поддерживает только 1% населения? Так получается, что Илан Шор тоже народный примар, или как? У него же тоже 1%, или кто там еще? Есть и другие такие народные идеи. Вон Лянг, понимаете, у него тоже 1%, 1,2%. Что он тоже у нас, значит, народный лидер и вождь? Давайте его президентом сделаем, понимаете? Тиртуак, ген-примар, почему этот не может быть президентом или премьером? И последний миф, понимаете, он очень интересен по-своему. Я всегда вот сменялся над тем, как одни олигархи борются против других олигархов, называя при этом себя антиолигархическими силами. Вот мы антиолигархические силы, говорит Майя Санду, за спиной, которые маячат и тень Филата, и тень Стурзы, и других олигархов, и Шор ее финансировал в избирательной кампании, и кто угодно, понимаете? Вот она борется с олигархами. И Настаса тоже борется с олигархами, хотя за его спиной Виктор Цопа стоит, он тоже борется, и Усатый тоже, который сам олигарх, он борется с олигархом Плохотнюком. Хорошо, так когда смотрим, знаете, на эти рейтинги, мы понимаем, что, ребята, да нет у нас добрых олигархов, злых олигархов, все они одинаковы. И вот я вам даю пару примеров. Личный рейтинг Плохотнюка, личный рейтинг 4%. Это в два раза выше, чем у Усатого, который называет Плохотнюка самым большим злом. В два раза у Усатого только 2%. В четыре раза выше, чем у Тертуака, у которого 1%. Выше, чем даже у Воронина, понимаете, у которого 3%. Он вот, 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 догонит Андрея Настаса, тоже великий борец с олигархами, у которого 6%. И, кстати, из правых лидеров у Плохотнюка самый высокий рейтинг после Майя Санду. У Майя Санду 15%, и у него 4%. Но у Майя Санду падает, у Настасы падает, а у Плохотнюка растет. Так я сижу и не могу понять, стойте, вы, значит, правильные, господа, да, но вас поддерживает только 2% населения. Плохотнюк, плохой него поддерживает в два раза больше, чем вас. Ребята, да вы, вы все из одного котла, понимаете, вы вместе в одном котле варились, вместе в одной бане парились, понимаете, то есть разницы между вами, между Плохотнюком нет ни одной, разница лишь в одном, что у Плохотнюка на сегодняшний день рейтинг выше, чем у вас. Вот и вся, вот и вся разница, понимаете. И вот этот вопрос, вот эти 7 мифов, как минимум, как минимум, развенчал, развенчал. И это говорит о том, что сегодня правые партии не проходят в парламент, кроме Майя и Сандо, они не проходят. Что Усатый, только бьет, чем больше бьет Усатый по президенту, тем меньше у него рейтинг. У Настаса та же самая ситуация, у Димпу та же самая ситуация, и у всех остальных такая ситуация катастрофическая. Следовательно, согласно вот этим двум опросам, самые большие шансы на победу в парламентских выборах имеют на сегодняшний день партия социалистов. Это самый важный вывод вот из этих всех соцопросов. И что количество сторонников государственников намного выше, чем сторонники правой идеи. И напомню еще раз, что последний опрос делал именно делали американцы. То есть, Международный институт... Так это особо важно, что американцы, Международный институт провел этот опрос, и что за спиной этого института Госдеп, и что Госдеп открыто поддерживает, не скрывается, видимо, даже никто об этом не скрывает, поддерживает мою санду. И тем не менее, даже Госдеп не может надуть ее и скрыть того факта, что у нее рейтинг стремительно падает вниз. Ну вот такой короткий вопрос. Эксперты аналитического центра Европарламента буквально сегодня заявили, что вот, называли Молдову, Грузию и Украину, и заявили о том, что в этих странах нужно как можно скорее сменить политические элиты. Это что значит? Такой момент прозрения, момент понимания того, что вот то заигрывание с политическими элитами, которое у них проходило в период после 2009 года привело к тому, что воспитали или взрастили те политические силы, которые как раз разрушили будем говорить проевропейскую мечту той части населения Молдовы, которая связывала будущие страны именно с ориентированием на Запад. то есть практически использовав эту проевропейскую мечту, они над ней надругались. Я себе позволю такой вот журналистский эпитет. Я очень стептично отношусь к тому, что надругались как бы они учились в Европе, у них бизнесы в Европе, у них семьи в Европе, у них поддержка из Европы. Они и есть европейцы. Это граждане с румынскими паспортами. Это и есть европейцы у власти. Как они могут обвинять самих европейцев, что они не европейцы? Это и есть, видимо, вот вся эта коррупция, весь этот беспредел. Видимо, это и есть евроинтеграция. Ведь поддерживала их не Россия, не Узбекистан, не Монголия даже. Их поддерживал Европейский Союз. Их поддерживал Запад. Значит, они считали, что это и есть евроинтеграция. Правильно? Это раз. Второй момент очень важный. Евросоюз и в 2009 году хотел смену элит, но не говорил об этом. И он провел. Как он провел смену элит? Давайте вспомним. 7 апреля. Запад поддержал 7 апреля силовое замену власти. Революцию поддержали. Сегодня в таких вот аналитических докладах я вижу, это уже пишут открыто, что мы за смену элит. То есть, они устали от этих олигархов, которых они же поддерживали. И они хотят сегодня этих олигархов убрать и поставить более чистеньких, вроде Майи Санду там и так далее. Это меня наводит на мысль о том, что если победят социалисты или победит другая там какая-то политическая сила, господа проевропейцы готовы сделать очередной Майдан в Молдове. Это раз. Два. Даже если победит Плохотнюк и Майя Санду, через абсурд возьмем, победят, они со временем попытаются и олигархов из Демпартии убрать и оставить со временем это. И оставить Майю Санду у власти. То есть, европейцы уже открыто нам говорят, что вы нам не нравитесь и мы плеем на народ, на ваши выборы, на вашу конституцию и поступим так, как мы захотим. А я хочу сказать четко и кратко, не получится. Все-таки народ должен решать, какие элиты должны его представлять, а не вы там в Брюсселе и так далее. Европейцы с румынскими паспортами. Вот эта фраза послужила рождению такого вопроса. Ваше отношение к тому, что сегодня так часто стали говорить. Понятно, что в преддверии следующего года, но именно очень интенсивно. Нет дня, наверное, когда мы не слышим разговоры о необходимости объединения двух румынских государств. Называют Молдову и Румынию. Вот ваше мнение. Почему случилось так, что сегодня патриотами называют те, у кого румынский паспорт? Почему тот, кто говорит, что он молдаванин, его называют проевропейским гражданином? То есть знак равенства между патриотизмом сместился. То есть патриот румын, а вот если ты молдаванин, то ты никак не патриот. Ты предатель, ты манкурт, ты не знаю что. Ну, понимаете, это благодаря еще и тому, что у нас сосед Румыния. Румыния является важнейшим партнером НАТО и Соединенных Штатов. Здесь военные базы НАТО, понимаете, и США. Здесь система про Соединенных Штатов. То есть Румыния имеет важнейшую геостратегическую значимость, геополитическую значимость для США. А Румыния хочет простой вещью ликвидировать Републику Молдова, ликвидировать само понятие молдавской нации, молдавского языка, молдавской культуры. И НАТО успешно добивается. Как она добивается? Очень просто. 7 апреля устроили вот этот переворот или светную революцию. Поставили граждан с румынскими паспортами, переворот устроили граждане с румынскими паспортами, поставили граждан с румынскими паспортами, которые сразу же убрали молдавский язык из конституции и пытаются убрать еще. Сразу же поставили историю румын, сразу же подожгли герб, флаг Молдовы, декларацию независимости вырезался и так далее. То есть они целенаправленно продвигают геополитические интересы чужого государства для того, чтобы уничтожить республику Молдова. И поэтому на идеологическом уровне бросаются а ты Молдовый Иван, а ты предатель, а ты то, а ты это. Вот и вся суть. Понимаете? Люди открыто торгуют родиной, несут горшки с землей. В любой другой нормальной стране это считается предательством и такого человека выгнали как бешеную собаку бы из страны. У нас это является мотивом для гордости. Но не для всех. Все опросы показывают, что все-таки 70-80% населения за независимость. 72% согласно даже опросу ФОП считают, что язык молдавский. Понимаете? 56% населения согласно последнему последней переписи населения 2014-го считают свой язык молдавским. То есть это в два раза больше, чем те, которые считают румынским. Вот и все. С предателями понятно, здесь, наверное, все-таки рассудит их человеческий суд. А вот Румынии зачем это надо? Нужны территории или может быть страх какой-то перед, знаете, навеянный историческим моментом в самой создании Румынии? Страх перед тем, что, возможно, может повториться уже в обратную сторону? Знаете, одно и другое. Румыния считает, и румынские элиты, давайте так скажем правильно, румынские элиты считают само существование Молдова как угрозой для своей национальной безопасности и территориальной целостности. Почему? Потому что в Румынии самой есть румынская Молдова. И тут Молдова, там Молдова. Те молдаване из Румынии хоть и считают себя большинство из них румынами, но молдавское самосознание еще дремлет. Если Молдова состоится как государство, то есть мы будем богаче румын, если мы будем более стабильнее, успешнее и так далее, то у молдаван запутств их может, как вам сказать, возродиться национальное самосознание. Это может привести к расколу Румынии. Румыния этого боится. Это первое. То есть они действуют из страха. Они хотят ликвидировать врага. С ихней точки зрения молдаване это враги. Они об этом не говорят, это понятно, но на генетическом. И второй момент. Геополитические, военные и так далее. Вот я вам дам простой пример. У вас рядом с вашим домом, допустим, вы имеете, ну допустим, пять соток земли, а рядом валяется еще одна сотка. Вот валяется, ничья. Ну неужели вы ее не возьмете? Вот просто, понимаете? Неужели не возьмете? Я лично на законах постараюсь, если это возможно. Да, я понимаю это. Но если я еще раз говорю, вот валяется и вы можете ее взять. Почему не взять? Вот так и здесь ответ. Что? Вам помешают лишняя территория, вам помешают лишние деньги, вам помешают лишние налогоплательщики, вам помешает лишняя рабочая сила, вам помешают лишние ресурсы, песок, земля, вода, газ там на юге ищут и так далее. Вам это не помешают. Любая страна пытается увеличить свою территорию, свой рынок, свой рынок, потому что чем больше территория, чем больше рынок, тем страна привлекательней. Понимаете? Вот в чем фишка. То есть они борются за укрепление самой Румынии за счет Республики Молдова, наших граждан, рабочей силы, рынков и так далее. Это вполне логично. Богдан, спасибо за этот очень эмоциональный и в то же время достаточно последовательный и очень четкий разговор. Я надеюсь, нашим зрителям стало так же много понятно, как и нам здесь в студии. Да, спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента от партии социалистов политолог Богдан Цирдя. Следите за нашими эфирами, мы работаем для вас. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин